У входа в здание Одесской областной полиции люди требуют отставки начальника управления Дмитрия Головина. Они возмущены регулярными нападениями на проукраинских активистов города. За два дня до этого митинга было совершено покушение на активиста и руководителя городской партии «Сила людей» Олега Михайлика. Ранение оказалось серьезным. Поле застряло рядом с сердцем, пострадавший потерял много крови. Была вероятность летального исхода. Сейчас его состояние стабилизировалось, но врачи не подпускают к нему журналистов. За текущий год это уже пятое нападение на общественных деятелей города. Ранее неизвестные избивали и нападались ножом на нескольких телеведущих и журналистов, известных своей резкой критикой местных властей. После огнестрельного ранения Михайлика к расследованию подключилась и СБУ. Следователь рассматривает пять версий покушения. Помимо прочего, Михайлик был инвестором жилого комплекса «Долгостроя «Золотой берег». Кроме того, он активно участвовал в имущественном конфликте местного авторынка «Успех». Активисты, друзья и коллеги Михайлика придерживаются своей версии. Единственный из одесских политических деятелей, активистов сказал, что я готов идти на выборы. Я готов стать мэром этого города и взять на себя ответственность за этот город. Кроме того, активисты недовольны работой силовиков и по другим нападениям. По их словам, до конца не доведено ни одно из открытых уголовных производств. В отдельных случаях нашли якобы исполнителей, но ни в одном случае не нашли заказчика. Нападавших на Олега Михайлика ждет тюремный срок от 15 лет до пожизненного. Активисты уже обратились к президенту Петру Порошенко, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе СБУ Василию Грицаку, генпрокурору Юрию Луценко и обудсмену Людмиле Денисовой с требованием взять ситуацию в Одессе под личный контроль. Всего Алтанани в настоящее время. Одесса. Субтитры создавал DimaTorzok